МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леди джентльмены, наш канал вещает на всем пространстве интернета. Это в среднем где-то 6 миллиардов человек, которые теоретически могут иметь гаджеты и выходить в прямой эфир и смотреть нас. Друзья мои, большая редкость и большая удача встретить на таком мероприятии Константина Кобылянского. На всякий случай. Евгений Кобылянский. Евгений Кобылянский. Прошу прощения. Мы это даже не будем вырезать, это даже смешно. На всякий случай. Евгений Кобылянский у Константина Кожевникова. Константина Кожевникова, потому что Костя мне занес сейчас мозг вообще в одну сторону. Жень, скажи, пожалуйста, вот дни рождения у артистов, Они обычно похожи под копирку, да? Приходят люди, то есть кто выделен большим шрифтом, у того и день рождения. Да. Потому что, ну, кому еще ходить? Ну, не эти самые, не работники жкотков будут приходить на день рождения к артистам. Поэтому мы все как-то тут перевариваемся, как в борще, знаешь, ложкой такой. Неплохо. Да, поэтому получается, что ты нам попался вообще впервые. Да, я редко бываю на таких мероприятиях. То есть ты больше похож на специи. Чем на продукты, из которых этот борщ варится. Да, да. Ну, тебе как человек, который идет впереди планеты всей, но тебе огромная ответственность за написанные песни, потому что ты несешь в мир и оставляешь то, что потом, как Пушкин говорил, что может остаться от нас потомком. То есть это твои песни, это твоя работа, которую ты делаешь, да? И, соответственно, артисты, с которыми ты работаешь. Да, с которыми я сотрудничаю, дружу. К чему я это все веду? Вот есть артист, у которого сегодня день рождения. Да, Костя. Да, и самое смешное, что у него даже юбилей в 27 лет, мы тут уже смеялись над этим. То есть не круглая дата, а квадратная. Поэтому что-нибудь оригинальное, как творческий человек, ты можешь пожелать творческому человеку, чтобы он это запомнил на всю свою оставшуюся жизнь? Я сейчас пожелаю... Это банально может прозвучать, но сегодня это прозвучит не банально. Я пожелаю Косте, чтобы его день рождения, независимо от того, юбилей это или не юбилей, к нему приходили только те, кого он действительно хочет называть своими друзьями и близкими, а не те, кому хочется прийти на тусовку. Это первое самое главное. Второе. Костя очень искренний, очень добрый и очень самоотверженный в своей профессии человек. И поэтому я ему желаю огромного роста. То есть пройти вот этот трудный путь от состояния сегодняшнего актера... До Гулливера. До актера уже, да. До глубокого актера. Актерища! Да, вот, в конце концов, будет момент, когда и в Голливуд съездим, я ему там покажу правильную тропинку, куда идти. Ага, то есть Евгений Кобылянский еще заведует тропинками в Голливуде, он знает, как... Не всеми тропинками, но поскольку я, честно скажу, последние годы работаю далеко от родины. То есть от этого вот самого места, где мы вот сейчас находимся. От этого вот самого места. От метрополя, то есть. Работаю далеко, да, и поэтому мне легче там тропинки указывать, чем здесь. Костя будет большим актером, я в этом не сомневаюсь ни секунды, поэтому я желаю ему, чтобы у него происходил рост на таком уровне и с такой скоростью, которая будет ему интересна. Не которая вот... Ну, Костя, ну да, получил роль, а которая ему самому, которая будет его волновать, которая будет его толкать вперед, которая будет его движком таким. Ну да, мне кажется, у него еще все впереди, потому что... Только все, только все начинается. Вот та галерея ярких образов, которую он показывает на своих выступлениях, да? Очевидно, что это, ну, как бы маленькая толика, и чувствуется, что у него еще запас и потенциал огромен. Все только начинается, я не сомневаюсь в этом ни секунды. Да, вот это хорошее пожелание, кстати, Константину нашему дорогому, его квадратный корень из юбилея. Ну вот, тем не менее, опять же, Женя, скажи, у тебя какие-то творческие какие-то твои есть составляющие, которыми ты можешь поделиться с интернетом, там, передать привет, потому что мы сегодня ночью окажемся в Фейсбуке. Ночью в Фейсбуке? Отлично. Какие у меня творческие составляющие? Я композитор, музыкальный продюсер, режиссер, и поэтому все мои пожелания связаны только с одним. Я желаю всем, кто смотрит нас, кто слушает нас, кто вообще хоть что-нибудь слушает в нашей стране. Хоть что-нибудь смотрит вообще? Хоть что-нибудь смотрит вообще, да. Желаю... Неужели я спою сегодня? Благодарю вас. Я желаю всем прочистить уши и слушать настоящую классную музыку. Я желаю своим коллегам, авторам, актерам, режиссерам производить на свет Божий то, что действительно достойно того, чтобы люди с нами вместе росли. Качественный контент. Не кайфовали от того, что угодили, да, росли с нами вместе. То есть... Хорошая фраза, угодили. Вот только мастер может произнести такую фразу, благодаря которой не надо долго расписать все. Не надо, да. Не то, что угодили, а именно сделали так, что... Чтобы с нами росли. Нашли. Мы все должны подниматься на ступень. Кушкины за нас не было стыдно. Чтобы они за нас не покраснели, потому что пока они там вертятся в гробах, как вентиляторы. Пока так. Вот. Так что мы будем работать для этого, как и работали Истово на трезвую голову. А вам желаем приятно провести с нами время. Спасибо, PeopleStar всегда с вами, Евгений Кобылянский, друзья мои. Это человек, человек-легенда и человек, который не бросает слова на ветер, а просто берет и делает то, что и положено делать. Это не теоретик, а практик. Это правда. Практик отечественной и зарубежной эстрады, покоритель западных троп. Да, да. Ну и как мы видим, и еще такого человека иметь в почитателях на своем дне рождения, это вообще просто, я считаю, большая удача, друзья мои. Спасибо вам. Друзья. Ну что, удачи. Увидимся ночью в Фейсбуке. Спасибо. Увидимся ночью в Фейсбуке. Я же тоже буду зрителем. Я знаю, поэтому это машина времени. Это машина времени. То есть можно передавать себе привет, и через несколько часов ты оттуда же сам себе будешь говорить. Жека, привет тебе от меня. Жека, ложись спать. Жека, завтра вставать. Давай, давай, завтра вставать в студию. Бегом в студию. Спасибо, Жень, большое. Спасибо. Было приятно. Мне тоже. Спасибо. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова